Виталий, сейчас расскажите про сезон, который начинается. Какие цели у вашей пары? Цель, конечно, отобраться на чемпионат Европы. Первым нужно стать чемпионом Германии. Это будет сильно тяжело в этом году. Это наша цель первая. А так дальше, если мы на чемпионат Германии попадаем, то есть на чемпионат Германии, то получаем, едем на Европу. Не повторить тех ошибок, которые мы сделали, конечно, в прошлом, на прошлом сезоне. Конечно, ошибки у всех бывают. Новые будем делать, но старых не хотим повторять. А какие ошибки были, если так главную ошибку называть в прошлом сезоне? Главная ошибка была, что мы не пришли в квалификацию на чемпионате Европы. Культурная ошибка на простом элементе. Всегда его делали, а в этом не получилось. Что все-таки, нехватка опыта сказалось? Не сложилось. Это немало опыта, да. И это я считаю, это нормально, потому что мы катались первый год по мастерам. И у нас дома просто опыта не хватало. Сейчас вы видели прокаты, видели свою конкуренцию. Ваше мнение, как ваша пара реально включится в борьбу за золото на Германии? Реально, да. Мы будем бороться с этим. Конечно, конкуренция не спит. Все работают, это хорошо. И для Германии, я считаю, это очень хорошо, что сейчас у нас три пары, они были на уровне. И конкуренция нас всегда подстегивает. Это хорошо. А вот ваша пара, в чем она прибавила и в чем еще может прибавить в ближайшие месяцы? Ребята прибавили, они стали стабильнее. То есть все элементы, которые мы исполняли в прошлом году, я участвую в делах, например, сейчас, Твизл, например, они стали более стабильными в исполнении и качественнее. То есть, если увидели на прокате, они синхронно вращали вместе, как однократный человек. И на льду они выглядят уже как, ну, уже ребята с опытом. Видно, что они первый год катаются по Синьеру. Все-таки мне кажется, что в фигурном катании, если бы в танцах, цена одной ошибки очень как бы дорога. Вот вы это заметили на чемпионате Европы. Как вы считаете, это вообще правильно или нет? В общем, это правильно, потому что мы занимаемся спортом. Это и у нас олимпийский спорт, и за ошибку нужно платить. Ну, в теннисе бывает, там и в футболе, там ошибаешься, и у тебя есть шанс отыграться. А в фигурном катании бывает, что нет шанса отыграться. Ну, на других соревнованиях нужно отыгрываться, на других соревнованиях нужно отыгрываться, делать прокаты, делать чисто для ошибок. Но вот технически фигурное катание стало сложнее за последние годы? Да, конечно. Каждый год становится сложнее, и элементы сложнее, исполнение поддержки очень сложное остается. Это роботические дела, поэтому это все. Ну, что приходится там менять в подготовке спортсменам? Нужно из разных видов спорта подтягивать в команду больших, много специалистов. То есть, не циклиться на одном тренере, на другом, нужно брать специалистов сразу на тренинг спорта. Работать тренером по атлетике, работать с тренером по силовой, силовая подготовка, работать с тренером по баймин танцам. То есть, нужно большая команда. Постоянно брать, делать новые инкульсы, давать новые танцы. Работать одному сейчас невероятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.